как удалить длинные пробелы в word друзья вы на канале учите компьютер вместе с нами длинные пробелы чаще всего содержатся в тексте который вы скопировали из интернета и вставили в word многие пользователи неверно полагают что всегда можно добиться одинаковой длины пробелов между словами при этом они еще и хотят чтобы текст одновременно был выровнен по ширине посмотрите что я имею в виду перед нами абсолютно нормальный текст и в этом легко убедиться если нажать кнопку непечатаемые символы на вкладке главное теперь на месте пробелов мы видим точку каждое слово отделено от другого ровно одним пробелом потому что везде стоит ровно одна такая точка вернемся к исходному режиму представления вот такой ситуации если для текста выбран режим выравнивания по ширине word автоматически подбирает такую длину пробелов чтобы в рамках одной строки все пробелы были равными хотя если мы возьмем разные строки то длина пробелов в них может отличаться еще раз повторюсь это абсолютно нормальная ситуация которая не требует каких-либо действий с вашей стороны единственное что вы можете сделать это включить автоматический перенос слов если ваши правила оформления документов разрешают это сделать для этого переходим во вкладку разметка страницы кнопка расстановка переносов авто обратите внимание что режим расстановки переносов применяется ко всему документу сразу и его нельзя назначить отдельному абзацу я не привык им пользоваться поэтому отключу расстановка переносов нет а теперь посмотрим на другой документ где есть реальные проблемы с длинными пробелами сразу же переходим во вкладку главное и включаем показ непечатаемых символов как видите в местах разделения некоторых слов стоит не один а несколько пробелов и это приводит к тому что в пределах одной строки word уже не может выровнять расстояние между словами что нам нужно сделать найти все места где идущих подряд пробелов больше одного и заменить их на один пробел и так устанавливаем курсор мыши в начало документа и во вкладке главное нажимаем кнопку заменить в поле найти вводим пробел открываем фигурную скобку 2 . запятой закрываем фигурную скобку такая форма записи означает поиск всех пробелов от двух и более в поле заменить на ставим пробел и еще у нас с вами будет необычный поиск потому что в поле найти мы указали не просто набор символов а выражение для поиска нужно как-то сообщить об этом ворду нажимаем кнопку больше и выделяем флажок подстановочные знаки вот теперь все готово нажимаем заменить все ok закрываем окно поиска и замены теперь мы видим что везде между словами находится ровно по одному пробелу но полностью проблема пока не исчезла потому что в некоторых местах все еще существуют большие отступы между словами они отмечены вот такими маленькими стрелками это знаки табуляции в нашем тексте есть отступы с одним двумя и тремя знаками табуляции их все также нужно заменить на одиночные пробелы вновь устанавливаем курсор мыши в начало документа и вызываем окно замены режим подстановочных символов нам еще нужен поэтому оставляем флажок включенным в поле найти вместо символа пробел нам нужно вставить символ табуляции я удаляю пробел нажимаю кнопку специальные символы и выбираю знак табуляции в фигурных скобках вместо двойки ставим единицу то есть заменим на пробел все идущие подряд знаки табуляции от одного и больше в поле заменить на у нас по-прежнему от прошлого раза стоит символ пробел нажимаем заменить все и после завершения закрываем окно вот теперь с текстом все нормально можно отключить режим показа специальных символов надеюсь что вам было полезно и интересно и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал